всем дарова народ с вами варчик в этом видео хочу с вами поговорить и рассказать вам про то что нас ждет в патче 1.5 а там уже ждет нас обновленный танковый премиум аккаунт обычный премиум аккаунт он так и останется и будет работать во всех играх кораблики танчики самолетики а вот именно танковый премиум аккаунт он будет работать именно в танках и будет направлен на то чтобы повысить комфорт игры именно в танках по крайней мере разработчики так утверждают сейчас я вам расскажу, что в него входит и вы сами для себя решите, действительно ли он повышает ваш комфорт. Забегая наперед, я с самого начала переживал, а куда денется мой обычный премиум аккаунт, который сейчас есть в картошке. Не придется ли мне заново покупать этот танковый премиум аккаунт. Но в конце разработчики меня обрадовали и то количество дней, которые у меня есть обычного премиум аккаунта, столько же мне начислят и танкового премиум аккаунта. То есть то же самое ждет нас всех и переживать не стоит. Вам просто начислят столько же дней, сколько и есть сейчас. Первый бонус, который добавляет нам танковый премиум аккаунт, управляемый бонус к опыту. Помимо того, что вы сможете сбивать звездочки, как и раньше, и сбивать x2 так называемый, вы еще к этому x2, который будет суммироваться с управляемым бонусом, вы сможете еще и x3 сверху наложить, если вам бой понравится. Таким образом, если вы сыграли хороший бой, вы можете после боев, после боевой статистики клацнуть управляемый бонус к опыту и у вас еще будет x3. И так можно будет в день делать несколько раз. По крайней мере в видео было показано 3 раза. Видимо после того, как пройдет общий тест, количество раз будет точно понятно сколько. Таким образом, за день вы можете выбирать сами, где применять этот x3. Ну и как раньше, обычные x3 останутся точно так же. И они будут вместе все суммироваться. Следующее резервное хранилище кредитов. Помимо того, что вы просто играете бои и зарабатываете в них серебро, бонусом за каждые бои 10% от этого будет начисляться в хранилище. То есть это будет дополнительно серебро. И так вот по 10% со всех боев вы будете откладывать в хранилище. И в конце недели в воскресенье, ночью с воскресенья на понедельник, с хранилища ваше серебро все начислится вам. Таким образом, это раз в неделю будет дополнительный заработок серебра. Хранилище может максимум себя накопить 750 тысяч серебра. Таким образом, если вы много играли, то в конце недели вас ждет бонус по серебру. Это дополнительное серебро. Также еще будут вас ждать ежедневные премиум задачи, в которых тоже бонус к серебру, бонус к опыту и также можно будет получить боны. Взводный бонус. Теперь играя во взводе, вы будете получать независимо от того, как вы играете с премиум или без, 15% к опыту. Но если у вас еще и будет танковый премиум аккаунт, то вы будете получать плюс 15% еще и к серебру. А если вы будете играть с человеком, у которого нет премиум аккаунта, а у вас есть, то у человека без премиум аккаунта будет плюс 10% к серебру. Таким образом, бонус будет распространяться и на тех, у кого нет премиум аккаунта во взводе. Исключение карт. Танковый премиум аккаунт дает вам возможность выбрать вторую карту, которая вам не будет попадаться, таким образом ваш blacklist расширится и он будет состоять из двух карт у людей без танкового премиум аккаунта будет всего лишь одна карта все настройки этого премиум аккаунта будут скрыты под кнопочкой премиум аккаунта туда можно будет зайти и все увидеть все бонусы которые в себя включат танковый премиум аккаунт я в принципе к ним не могу нигде придраться и они меня в принципе устраивают на первый взгляд но это нужно потестировать и посмотреть не будет ли из-за этого каких-нибудь косяков но так в целом вроде все нормально и цивильно вначале когда все это выйдет добро на основу первые две карты которые я исключу будет редшер и фьорды поскольку эти карты несбалансированной и одна из сторон почти всегда выигрывает эти две карты я сразу выключу играть их не буду еще есть три карты которые бы я тоже может быть бы выключил потому что они просто противные утес нск и рудники остальные карты более-менее как-то там рабочие вот те пять карт которые меня раздражают на остальных картах принципе на ст и на быстрых тяжах играть в принципе можно если бы еще арту из игры убрать вообще можно было бы играть практически на всех остальных картах вообще в комфорте ну а так на открытых картах арта будет раздражать здесь уже ничего не поделаешь вот такие вот хорошие новости чего не часто услышишь в картофане с вами был арчик играть красиво пока